Глава 18. Земля Израиля Бог создал еврейский народ как святую избранную возвышенную нацию. Этот народ должен был принять ярмо его царства, осветить его имя как верховного царя, обуздать свою гордость, эгоизм и злые позывы через принятие Божьих качеств, ценностей и законов. Бог знал, что достичь всего этого невозможно, если не отделиться от других народов и культур. Если бы Израиль вошел в слишком тесную связь с иностранными культурами, то они неизбежно повлияли бы на Тору, а избежать этого, живя среди народов, просто невозможно. Защитить избранный народ от ядовитого влияния чужих культур могло только отделение, изоляция. В этой главе мы поговорим о нашем долге оставаться отделенными от народов. В важном принципе, следующем из стиха Бамидбар 23.9 «Это народ, живущий один». Бог поместил свой святой народ в святую землю. Именно в ней еврейский народ должен был создать государство Торы, как того требовал Бог. Более того, необходимо было отделиться от сбившихся с пути народов и их культур, которые заблудили сами и сбивают с пути других. Все, что отделяет Израиль от народов, в равной степени отделяет святое от несвятого. Бог принял это решение уже тогда, когда на арене истории появился Авраам, причем именно в тот момент, когда решил произвести от него святой народ. Уже тогда Бог постановил, что семя Авраама будет жить в своей собственной земле, отдельно от народов. Уже тогда Бог повелел Аврааму начать этот процесс отделения, покинуть родину и отправиться в определенную страну. Цитата. «Выйди из своей земли, из твоей родины и дома твоего отца, в землю, которую я укажу тебе», – Берешит 12.1. Когда Авраам прибыл на место, Бог пообещал ему, «Твоему семени я дам эту землю», – Берешит 12.7. «Бог завещал эту землю и другим нашим предкам. Ицхаку он сказал, «Тебе и твоему потомству я дам все эти земли. Так я выполню клятву, которой клялся твоему отцу Аврааму». Берешит 26.3. «А Яакову он дал такое обещание. Я дам тебе и твоим потомкам землю, в которую ты ложишься». Берешит 28.13. Впрочем, это было не просто обещание, но также и заповедь. Наши предки обязаны были жить в этой земле, дабы не подвергнуться влиянию народов. Именно по этой причине Авраам приказал Элиезеру взять Ицхаку, жену Авраам на Хараеме, причем ни в коем случае не возвращать сына обратно. Цитата. «Слуга спросил, «Но что, если девушка не захочет пойти со мной в эту землю? Должен ли я буду вернуть твоего сына в землю, которую ты оставил?» Авраам ответил, «Будь очень осторожен в этом отношении. Не возвращай моего сына обратно». Берешит 24.5.6. «Похожую заповедь Бог дал и Яакову. «Возвращайся вместо твоего рождения в землю твоих отцов. Я буду с тобой». Берешит 31.3. Раши так комментирует это место. «Там я буду с тобой, но пока ты связан с нечистотой, я не могу возложить на тебя мое присутствие». Конец цитаты. Это согласуется со словами из Берешит-Раба 74.1. «Твой отец ждет тебя. Твоя мать ждет тебя. Я сам жду тебя». Комментарий. Раби Ами сказал от имени Реш-Латиша. «Имущество вне земли не приносит благословения. Только когда ты вернешься в землю твоих отцов, я буду с тобой». Конец цитаты. Похожие слова мы находим в Михилте. «Бо Месехта де Писха 1». Комментарий. «Пока не была избрана Эра Цисраэль, все земли подходили для пророческого диалога. Но как только была избрана Эра Цисраэль, все земли были исключены. В доказательство того, что божественное присутствие не открывается вне земли, сказано «Ионов стал, чтобы убежать в фарсис от присутствия Господа». Иона 1.3. Иона сказал, «Я выйду из этой земли туда, где божественное присутствие не открыто». Конец цитаты. Это как раб Коэна, который убежал от своего господина. Он сказал, «Я пойду на кладбище, куда мой господин не может последовать». Конец цитаты. Итак, когда Израиль стал избранным народом Бога, Эра Цисраэль стала единственным святым местом на всей земле. Все остальные места нечисты. Бог установил это различие для того, чтобы его народ Израиль был отделен от прочих народов. Следовательно, божественное присутствие не может находиться вне Эра Цисраэль. Обретение благословений, достижение святости, выполнение заповедей – «Все это возможно только в Эрец Исраэль». Конечно, даже внутри Эрец Исраэль евреи должны быть отделены от неевреев и их культуры, а земля в целом не должна подвергаться их влиянию. Танхума, Ваеце, 10. Комментарий. «Пока Авраам был связан с Лотом, Бог не открывался ему. Как только он отделился, Бог открылся ему. То же самое и с Яковом. Пока он был в доме Лавана, Бог не открывался ему. Хотя он и пообещал, «Я буду с тобой». Берешит, 28.15. Бог сказал, «Я не могу пятнать мою славу в доме нечестивого Лавана. Что мне сделать вместо этого? Как только Яков уйдет, я исполню свое слово и буду с ним». Яков спросил себя, «Разве Бог не сказал, я не оставлю тебя там же?» Бог ответил, «Если ты хочешь, чтобы я был с тобой, оставь дом Лавана и возвращайся в землю твоих отцов». Конец цитаты. Это разделение включает в себя две составляющие. С одной стороны, Израиль должен покинуть изгнание и поселиться в особой земле, иначе он подвергнется влиянию народов и их культур. С другой стороны, держаться в стороне от грешной культуры нужно и в Эрц-Исраиль. С Божьей помощью мы обсудим как эту тему, так и законы для неевреев, желающих жить в святой земле. Мы уже приводили слова мудрецов на эту тему. Вспомните их еще раз. Сифри, Эков 43. Комментарий. «Ты быстро умрешь в доброй земле, которую Господь дает тебе, поэтому ты должен поместить эти мои слова на твоем сердце». Дворим 11, 17, 18. «Хотя я изгоняю тебя из земли, продолжай исполнять заповеди, чтобы когда ты вернешься, они не были навы для тебя». Конец цитаты. Раши написал об этом фрагменте из Сифри, Дворим 11, 18. «Даже после того, как ты будешь изгнан, продолжай выполнять заповеди. Надень тфелин и сделай мезузод, чтобы они не оказались новыми для тебя, когда ты вернешься». Конец цитаты. Как загадочны слова наших мудрецов. Неужели только поэтому мы должны исполнять заповеди в изгнании, чтобы они не показались новыми для нас, когда мы вернемся? Разве заповеди, особенно личные, не носят универсальный характер? Разве их не нужно выполнять где угодно, как в земле Израиля, так и вне ее? Но нет. Бог дал Тору только для Эрец Исраэль, поскольку только там еврей сможет исполнять ее точно и полно. Бог никогда не желал, чтобы евреи выполняли заповеди вне земли Израиля. А чтобы не забывать Божью Тору, Израиль должен исполнять ее даже в изгнании. Тор обесчисленное множество раз подчеркивает связь между заповедями и Эрец Исраэль. Цитата. Смотрите, я научил вас правилам и законам, которые Господь, мой Бог, заповедал мне, чтобы вы могли хранить их в земле, в которую вы идете и которую заселяете. Дворим 4.5. Цитата. «Чтобы научить вас правилам и законам, чтобы вы хранили их в земле, в которую вы переходите через Иордан». Там же стих 14. «Все правила и законы, которые вы должны выучить, чтобы хранить их в земле, которую я даю им заселить». Дворим 5.28. Ибн Эзра пишет, Дворим 4.10. «Бог знал, что они не смогут исполнять заповеди точно, когда будут находиться в земле под иностранным господством». Конец цитаты. «Отсюда видно, что в изгнании соблюдать заповеди можно, но их исполнение будет неточным. Останутся лишь обряды, тогда как содержание, сердце и душа Торы будут утеряны, поскольку нееврейская культура проникнет в жизнь еврейского меньшинства и исказит их мировоззрение. Понятия и ценности Торы, составляющие знания о Боге, должны быть точными и полными, без чуждых примесей в видении еврейских идей. Об этом говорят и Ибн Эзра из Форно, Дворим 6.21. Цитата. «Мы были рабами фараона в Египте, и поскольку из-за нашего рабства мы не могли достичь совершенства, требуемого от нас Богом, Он чудесным образом вывел нас и привел в землю, где мы можем достичь его в полноте». Конец цитаты. Сфорно пишет, Дворим 4.38. «Эрец Исраэль – это Божья земля, готовая обрести совершенство, которому направляет нас Бог». Как верны эти прекрасные слова? Вне земли мы можем исполнять заповеди лишь искусственно, но не способны достичь совершенства, а без этого совершенства наш иудаизм превратится в греховный гибрид, искаженный чуждыми понятиями. Какую страну ни возьми, везде еврей будет в мировоззренческом и интеллектуальном рабстве, в кавычках. Везде он будет преклоняться перед нееврейской культурой большинства. Маловероятно, что удастся избежать ее тлетворного влияния. Об этом Бог говорит в Шмот 6,6. «Я выведу тебя из твоего страдания в Египте и освобожу тебя от твоего рабства». Конец цитаты. Казалось бы, страдания – севлот, и рабство – а вода. Это одно и то же. Зачем прибавлять вторую часть предложения? Дело в том, что Бог пообещал дать нам два избавления – физическое избавление от страданий и избавление духовное от а вода, идолопоклонства и культуры Египта. Как мудрецы говорят в Таанит 2, алиф о стихе Дворим 11,13 «Поклоняться ему всем сердцем». Что такое поклонение? А вот да, сердце. Я бы сказал, что это молитва. Похожую мысль выражает и Рамбан. Шмот 3,12 Комментарий. Бог сообщил Моше две вещи. Во-первых, что он спустится, чтобы спасти их от руки Египта. Он мог бы спасти их в самом Гошине или рядом с ним. Однако он также пообещал полностью вывести их из той земли в землю Хананеев. Конец цитаты. Как верны слова Рамбана! Если бы Бог хотел просто избавить Израиль от физического рабства, он поразил бы египтян казнями и вынудил освободить евреев. Затем они просто жили бы в земле. Гошин уже как свободные люди. Он даже мог бы дать им Тору, чтобы те исполняли ее в Гошине среди египтян. Однако Бог знал, что пока евреи живут среди народов и подвергаются их культурному влиянию, они не смогут исполнять Тору точно и полно. Следовательно, Он решил дать им собственную землю, где они могли бы жить обособленно от народов, чтобы полностью защититься от их влияния. В противном случае, цитата, и посаженный урожай, и плоды виноградника станут запрещенными. Дворим 22,9 Бог определил, что соблюдение заповедей вне земли неуместно. Единственная причина, ради которой делается исключение, чтобы заповеди не стали новыми для нас, когда мы вернемся. Дело в том, что у еврейского народа нет другой страны, кроме Эрц-Исраэль. Этот великий урок мы извлекаем из следующей заповеди. Не передвигай пограничную межу твоего ближнего, установленную от древних времен, в твоем наследии, которое ты наследуешь, в земле, которую Господь твой Бог дает тебе заселить. Дворим 19-14 Мудрецы комментируют в Сифри Шовтим 188 Разве и так не сказано «Не кради» Вайкра 9-13 Что мы узнаем из заповеди «Не передвигай пограничную межу твоего ближнего» Это учит нас тому, что кто передвигает пограничную межу ближнего, нарушает два запрета. Я бы мог подумать, что это применяется даже вне Эрц-Исраэль, поэтому говорится «В твоем наследии, которое ты наследуешь» Дворим 19-14 В Эрц-Исраэль человек нарушает два запрета, но вне земли только один не кради. Конец цитаты Казалось бы, странные слова. Почему вне земли Израиля грех имеет иную природу, нежели в земле? Если человек может нарушить две заповеди «Не кради и не передвигай межу в Эрц-Исраэль, что меняется за ее пределами», мы видим фундаментальный принцип «Вне земли у еврейского народа нет национальных границ». Вне земли у нас просто нет земли, у которой может быть границ там к земле еврея применяется только заповедь «Не кради». Но пограничной межи, в смысле государственной границы, там просто нет. Только в Эрц-Исраэль у Израиля есть Эрц-Земля. Эрц-Исраэль это земля народа Израиля и другой земли у него нет. Вот почему у еврейского народа нет другого места проживания, другого дома помимо этой земли. Для нас это особенная земля. Ну и, конечно же, большую роль играет необходимость изолироваться от народов и их мерзостей. Вспомним страшные слова ТОХАХА Порицание из 28 главы Дворим где Бог предупреждает Израиль о тяжелом наказании, которое постигнет народ за его грехи. Господь рассеет тебя среди народов от одного конца земли до другого. Там ты будешь служить чужим богам. Дворим 28 64 Онкелос переводит этот отрывок так Там ты будешь поклоняться народам, которые поклоняются идолам. Уже тот факт, что евреи станут рабами идолопоклонников является Хилул Ашем, поскольку это выглядит так, будто рабы народов победили Бога. Однако важно и другое. Израиль переймет у народов их обычаи, поэтому Бог и дал нашим предкам собственную землю. Более того, Бог связал землю с великой заповедью Мила обрезание вечным союзом. Мила это заповедь, которую еврей носит на своем теле и в глазах Бога она эквивалентна Эрцисраэль, который наоборот носит в кавычках еврея внутри себя. Цитата «Я выполню мой завет между мной и тобой и твоими потомками после тебя во все поколения. Вечный завет! Я буду Богом для тебя и твоего потомства после тебя. Тебе и твоему потомству я дам землю, в которой ты сейчас живешь как пришелец. Вся земля Ханаана будет твоим вечным наследием и я буду Богом для твоих потомков». Конец цитаты. Затем Бог сказал Аврааму Цитата «Насколько тебе известно, ты должен хранить мой завет, ты и твое потомство через поколения. Этот мой завет между мной и тобой и твоим потомством, который ты должен хранить. Ты должен обрезывать каждого мужчину». Берешит 17 7 10 «Насколько в Берешит Раба 46 9 читаем «Раби Юден сказал «Здесь пять условий. Если твое потомство примет мою божественность, я буду твоим Богом и покровителем, а если нет, я не буду твоим Богом и покровителем. Если они войдут в землю, они получат мою божественность, а если нет, они не получат мою божественность. Если они будут исполнять мила, они войдут в землю. Если они примут субботу, они войдут в землю». Конец цитаты. Мы видим, что Бог проводит связь между землей и заповедями. Израиль только в том случае примет Бога как своего Господа и Владыку, если войдет в землю. Вне земли они будут жить среди народов и оскверняться их культурами, что является Хилул Гошем, поскольку в этом случае Боги народов, Боги народов торжествуют над Богом Израиля. Кроме того, сама Тора будет загрязнена нееврейскими представлениями. Чтобы Бог стал владыкой Израиля, израильтяне должны принять мила, фундаментальную заповедь, образующую неразрывную связь с телом еврея. Вот что мудрецы сказали о царе Давиде, Меноход 43 Бет. Израиль любим потому, что Бог окружил его заповедями. Тфилин на голове и руках, цицит на одежде и мезузот на дверях. Когда царь Давид вошел в баню и увидел себя обнаженным, он сказал, «Горе мне, что я стою обнаженным без заповедей». Когда он вспомнил мила на своей плоти, он успокоился. Конец цитаты. Бог решил, что заповеди должны постоянно, каждое мгновение присутствовать в жизни еврея, делая его святым и завершенным. Для этого Бог учредил особую заповедь для его тела. Она должна была стать неразрывной частью самой его сущности. Таким образом, человек всегда имел бы при себе заповедь. Подобным же образом Бог повелел Израилю находиться внутри заповеди, жить в Эрцисраэль. Так Бог соединил заповеди Мила и Эрцисраэль, которые в совокупности образовали первый брит, союз заключенный между Богом и нашим отцом Авраамом. Бог не хотел, чтобы еврей даже на мгновение оставался без заповедей. Это не только лишило бы его святости, но и сделало бы его уязвимым перед другими культурами. Следовательно, еврей получил Мила, чтобы с ним всегда пребывали заповеди. Бог знал, что если Израиль окажется среди народов, они неизбежно подвергнутся их влиянию, и что тогда произойдет с Торой. Поэтому Бог дал израильтянам собственную землю, где они могли бы жить обособленно от других народов. Мила – Эрцисраэль заповедь, составляющей частью которой является сам еврей. Нужны ли нам они обе? Да. Потому что Израиль всегда должен держаться в стороне от народов, чтобы хранить в неприкосновенности свою святость и завершенность. Вот почему израильтяне не могли войти в землю, пока не обрезались. Мила и Эрцисраэль связаны друг с другом общей целью хранить обособленность еврея. Об этом пишет Раши в комментарии к стиху Яшуа Беннун 5.4 Вы планируете завоевать землю не обрезанными? Разве не было сказано Аврааму? Берешит 17.9.8 Ты должен хранить мой завет. Тебе и твоему потомству я дам землю, в которой ты сейчас живешь как пришелец. Конец цитаты. Позже Раши написал и такие слова. Берешит 17.8 Там в Эрцисраэль я буду тебе Богом, но если кто-то живет вне земли, это как будто у него нет Бога. Конец цитаты. Асфорно говорит «Вечное владение и вечное владение и я буду для тебя Богом там же чтобы ты мог творить мою волю в ней». Это согласуется со словами «Он дал им землю». Асфорно говорит «Землю в вечное владение и я буду для тебя Богом там же чтобы ты мог творить мою волю в ней». Это согласуется со словами «Он дал им землю народов чтобы они могли хранить его уставы». Таилин 105 44 45 «В этом я буду для тебя Богом ты будешь индивидуально бессмертен не только как группа». Конец цитаты «Иными словами Бог дал еврейскому народу Эрцисраэль чтобы они могли в ней творить его волю». Вот подлинное значение стиха из Таилин 105 44 45 «Он дал им земли народов и они взяли труд народов во владение чтобы хранить его уставы и соблюдать его законы». Конец цитаты «Дело не только в том что Бог дал израильтянам Эрцисраэль для исполнения его заповедей». Важно то, что только в Эрцисраэль эти заповеди можно исполнять точно. В конце концов, если заповеди можно исполнять где угодно, то зачем нам вообще Эрцисраэль? Но Бог решил закончить изгнание по двум причинам. Во-первых, когда евреи живут среди неевреев это Хилул Ашем. Во-вторых, невозможно жить среди неевреев и не оказаться под их влиянием. Следовательно, когда Бог решил вывести Израиль из Египта и сделать его святым народом, Он сразу же сообщил Моше, что они не только будут освобождены из рабства, но и получат собственную землю, где смогут жить обособленно. Мы читаем в Шмот 3.8 «Я спустился, чтобы спасти их от власти Египта. Я выведу их из той земли в хорошую просторную землю». Конец цитаты. Мы никогда не должны забывать, что Эрц Исраэль это не привилегия, от которой мы можем великодушно отказаться, а долг, который мы обязаны выполнять. Всегда, как только Израэль удобно устраивался в изгнании, он тут же начинал насмехаться над землей радости. И только когда враги поднимали головы, евреи начинали задумываться о том, чтобы покинуть изгнание. Так поступил даже Яаков. После рождения Йосефа он решил вернуться в Эрц Исраэль. Цитата. «После того, как Рахель родила Йосефа, Яаков сказал Лавану, «Дай мне уйти, я бы хотел пойти домой, в мою родную землю». Берешит 30-25. Это было уже после того, как он проработал на Лавана 14 лет, но все еще был беден. Вот что мы читаем Усфорно там же. «Тогда у него не было стад, он прибыл только со своим посохом, даже при этом у него было достаточно для жизни со своими женами и сыновьями, по крайней мере, достаточно, чтобы покупать еду и одежду для путешествий». Конец цитаты. Когда Лаван попросил его назвать свою цену, Яаков сказал то, что сказал, и произошло чудо, он внезапно стал богат. Затем прошло еще шесть лет, уже с того момента, когда Яаков сообщил Лавану о своем желании вернуться в Ханаан. После этого Яаков снова говорит Лавану, «Уже двадцать лет я работаю на тебя в твоем поместье, четырнадцать лет за двух твоих дочерей и шесть лет за часть твоих стад». Берешит 31 41 Удивительно, почему Яаков попросил уйти, но остался еще на шесть лет. Мне кажется, что как только он стал богатеть, он начал хотеть все большего, пока наконец не стал чрезмерно богат. Цитата «Этот человек стал необычайно богат, у него было много овец и коз, а также рабов, рабынь, верблюдов и ослов». Берешит 30 43 «Очень сложно противостоять злым позывам. Мудрецы говорят «Кусок мяса возбуждает льва, полный желудок вид зла» Брахот 32 Алиф. Поскольку Яаков разбогател, его уже не беспокоило, что он живет за пределами земли. Тогда Бог настроил Лавана и его сыновей против Яакова, чтобы он наконец ушел от них. Яаков услышал, что сыновья Лавана говорят «Яаков забрал все, что принадлежит нашему отцу». Когда Яаков встречал Лавана, Лаван вел себя с ним не так, как прежде. Берешит 31 1-2 «Но Яаков даже тогда не стал возвращаться в Эрцисраэль, так что Бог обратился к нему уже лично «Возвращайся на твою родину в землю твоих отцов, я буду с тобой». Берешит 33 Мудрецы комментируют Берешит Раба 73 12 Бог сказал ему «Твой тесть не улыбается тебе и ты все еще здесь? Возвращайся в землю твоих отцов». Отсюда мы видим, что богатство и комфорт могут ослеплять нас до такой степени, что мы забываем о нашем долге жить в Эрцисраэль. Когда Яаков вернулся в Эрцисраэль и услышал, что навстречу ему идет Эсав с отрядом из 400 человек, он пришел в страх и отчаяние. Берешит 32 8 «И это несмотря на то, что бог пообещал ему быть с ним». «Мудрецы приводят возможную причину», Берешит Раба 76 2 «Он пришел в отчаяние, испугался, что его убьют». Он сказал «Все эти годы Эсав жил в Эрцисраэль. Возможно, он хочет напасть на меня из-за того, что он жил в земле». Конец цитаты. «Яков не переживал за первые 14 лет жизни за пределами земли. В этот период он обоснованно отсутствовал, опасаясь Эсава. Но когда родился Йосеф, Эсав уже не представлял опасности». Берешит Раба 73 7 «С рождением Йосефа родился враг Эсава». «Есть предание, что Эсав падет только через сыновей Рахели». Конец цитаты. Как только у Рахели родился сын, Яков сразу же понял, что это знак, требующий вернуться в Эрцисраэль. Более того, по окончании 14 лет Ривка послала свою кормилицу двору в Поддан-Арам, чтобы привезти оттуда Якова. Об этом мы читаем в Леках Тов. Берешит 35 8 «Двора умерла». Это учит тому, что Ривка послала ее привезти обратно Якова. Согласно Сефер Гаешар Порошат Ваеце. Двора пришла сразу же после рождения Йосефа. Однако даже после этого Яков не стал возвращаться в Эрцисраэль. Но позже он сожалел о том, что последние шесть лет провел в Поддан-Араме и разбогател настолько, что Бог лично приказал ему возвращаться. Сыновья Якова тоже хотели осесть в земление евреев, ассимилироваться и перенять их культуру. И эта тенденция продолжается вплоть до наших дней, что уже привело к тому, что большинство евреев перестали понимать Тору в ее первозданном виде. В Бытии 47-27 говорится «Народ Израиль жил в Египте в районе Гошен. Они овладели им, были плодовиты и необычайно умножились». Кли Акар дает блестящий комментарий на этот стих. Весь этот стих воздвигает обвинения против детей Израиля. Бог постановил «Твои потомки станут иноземцами» Гер Берешит 15-13 то есть временными жителями. Но они захотели стать тошавим постоянными жителями, тогда как повеление гласило о временном жительстве. Так этот стих обвиняет их в жительстве, в котором они искали обладание не своей землей. Они осели настолько полно, что не хотели покидать Египет, и Бог был вынужден вывести их оттуда сильной рукой. Те, кто по-прежнему не хотел уходить, умерли в течение трех дней сильной тьмы. Конец цитаты. Задумаемся, евреи отказались покидать рабство и войти в святую землю. Какой великий Хилул-Гошем! Злодеяния наших предков словно предвосхитили наши собственные. Бог был просто вынужден искоренить этот Хилул-Гошем, убив всех израильтян, отказавшихся покидать Египет. Необходимость изолировать Израиль от влияния народов была настолько серьезной, что Бог просто не оставил евреям выбора. Он постановил, что если кто-то откажется уходить из Египта в Эрцисраэль, тот умрет прямо в Египте. Мудрецы пишут, шмот раба 14.3, почему Бог навел на них тьму? Благословенно имя Бога, перед которым нет лицеприятия. Бог исследует сердце и изучает тайные мысли. Поскольку среди Израиля были грешники, у которых были египетские покровители, у них было богатство и слава в Египте, и они не хотели уходить. Бог сказал, «Если я наведу казнь на них публично и они умрут, египтяне скажут, как Бог обратился на нас, так же Он обратился и на них». Поэтому Бог навел на египтян тьму на три дня, чтобы народ Израиля смог похоронить своих мертвых и их враги не видели бы их. Конец цитаты. Вот что сказано в Танхума Бешалах 1. Вооруженными хамушин дети Израиля вышли. Шмот 13-18. Один из пяти, то есть только один из пяти евреев покинул Египет, а остальные умерли, потому что не хотели уходить. Некоторые говорят, что их было один из пяти десяти. Некоторые говорят, что один из пятисот. Раби Нехорай сказал, «Я клянусь, что их было не больше, чем один из пяти тысяч, а когда они умерли, во время трех дней полной тьмы». Конец цитаты. Бог прекрасно понимал, почему евреи не хотели покидать сытное изгнание, эту богатую и комфортную страну. Если евреи на что-то и жаловались, так только на тяжкие работы, которым их подвергали. Цитата. «Дети Израиля стонали о своем порабощении». Шмот 2. 23. Если бы их просто освободили, подавляющее большинство предпочло бы остаться жить в сытом и уютном изгнании. Даже когда израильтяне вышли из Египта, они раскаялись об этом и начали мечтать о возвращении. «Кто даст нам немного мяса? Нам так приятно вспоминать рыбу, которую мы ели в Египте бесплатно вместе с огурцами, дынями, луком-преем, луком и чесноком». Бемидбар 11.4.5 «Горе народу, готовому променять святость и величие на меню! С Божьей помощью мы позже еще раз обсудим упорное нежелание Израиля идти в Эрец Исраэль». Вот за этот грех, который снова и снова повторяется в каждом поколении, Бог и гневается на нас. «Да поможет нам небо!» Решение Бога отделить Израиль от народов, дав Ему собственную землю, где Он создаст святое общество Торы, имеет два последствия, два священных принципа огромной важности. Без этих двух принципов эта цель навсегда останется недостижимой. Первый принцип заповедь Митсват Ишуф Хаарец, требующая от каждого еврея жить в Эрец Исраэль, а не в изгнании. Второй заповедь изгнать всех неевреев, не желающих принять статус герто-шав, предусматривающий налоговую и трудовую повинность. Продолжение следует...